Друзья мои, всех приветствую в клубе! Меня зовут Михаил Шневский. Рядом со мной вы видите Анатолия Соколова. Мы модераторы клуба практиков фэн-шуй. У нас сегодня очередной практикум, который будет посвящен фэн-шуй. У нас будет практика посвящена фэн-шуй. Те, кто с нами недавно, те, наверное, еще не знают, что у нас есть куча тем, которые связаны с китайской метафизикой. Но сегодня именно фэн-шуй. Сегодня мы поговорим по поводу девятого периода, только уже с точки зрения фэн-шуй. А как выбрать жилье? Где лучше жить? Наш практикум сегодня проведет мастер Анатолий Соколов, модератор клуба нашего. Поэтому я думаю, что вам будет интересно. Сегодня расскажем вам несколько слов о очном курсе, который состоится с 30 марта. Начнется шестидневный курс. И, соответственно, можно будет на него зарегистрироваться. Мест на самом деле осталось совсем чуть-чуть. Так, все. Доброе утро. Все здороваются. А вы мне поставьте, пожалуйста, оценочки от 1 до 11. 11 хорошо слышно и видно? 1 плохо слышно и видно. Чтобы мы понимали, что трансляция запустилась. И вы приветствуете не только тех, кто в чате, но и нас с Анатолием. Это будет означать, что все работает. Так, вот. Ага. Отлично. Работает. Это очень хорошо. Спасибо, что оценочки ставите. Все запустилось, все работает. Значит, все хорошо. А так, основное я, в общем, все вам рассказал, что сегодня будет, какая наша программа. Поэтому мы можем начинать. Анатолий, я тогда передаю вам слово и, в общем-то, начинаю. Спасибо. Ну, во-первых, надо всех поздравить с наступившим китайским Новым годом, который наступил сегодня, значит, в 2 часа ночи по московскому времени. Китайцы по этому поводу говорят, обычно поздравляя друг друга, говорят «гун си фа цай», что означает пожелание процветания, богатство процветания в наступившем Новом году. И мы, соответственно, вам всем желаем этого самого процветания, благополучия, здоровья и счастья в наступившем Новом году. Единственное, что следует заметить, ну, здесь наверняка собрались у нас специалисты, больше или меньшей степени китайской метафизики, что для Бадзе, для Фэн-Шуй, для Фэн-Шуй китайский Новый год наступил 4 февраля. То есть немножко есть разрыв, потому что мы используем Бадзе и Фэн-Шуй солнечный календарь, по которому год наступает 4 февраля каждый год. Сегодня у нас новолуние, второе новолуние после зимнего солнцестояния. То, что называют китайский Новый год, это второе новолуние после зимнего солнцестояния. Первое новолуние, зимнее солнцестояние 21 декабря, потом первое новолуние, и вот сегодня ночью случилось второе новолуние. Поэтому понятно, что новолуние не в одну дату случается, поэтому вот этот китайский Новый год или праздник весны постоянно перемещается по времени. С середины января по середину февраля он помещается. И о чем мы сегодня поговорить будем? Вопрос задается такой периодически. Как мне выбрать квартиру? В каком городе жить? В каком месте жить? Как выбрать дом, где жить и так далее? То есть фэнши всегда о выборе жилища. И вот об этом мы сегодня поговорим. Сейчас я открою свою презентацию. Вот она. Это такой кусочек курса Грандмастера Реймонда Ло, который, как Михаил уже анонсировал, пройдет у нас в Москве. Очный курс шестидневный с 30 марта начнется. Мастер Реймонда Ло. Я здесь, значит, не помню, сколько мне было лет. Это 2002 год. Наверное, лет 30, чем-то. 35, наверное. Познакомились с мастером Реймонда Ло в Кёльне в 2002 году. Ну, а потом я его переводил на курсах. Он приезжал в течение 19 лет в Россию. Каждый год проводил эти курсы и все время я перевозил. Я ездил в Сингапур. Это точек сингапурского курса практического, который мы проходили. В общем, с тех пор я стал его учеником в 2002 году. И вот до сих пор. Теперь только провожу курсы от его имени и по его лицензии. Мастер Реймонда Ло мне это разрешил делать недавно, любезно, потому что он уже перестал приезжать в Россию. Где-то последний раз был в 2019 году, до пандемии. Он перестал приезжать. Значит, о чем мы говорим. Только что я сказал, что начался Новый год, но также начался и новый 20-летний период. То есть мы сейчас находимся с вами вот здесь. Китайское летоисчисление, начиная с 2637 года до нашей эры, следует вот таким циклам. 180-летним, каждый 180-летний цикл делится на 9 периодов по 20 лет, или на 3 эры по 60 лет, да, 3 раза по 60 составляет, или 3, так называемые, больших года. Большой год – это 12 лет, это цикл животных. От крысы до, соответственно, начиная с крысы, заканчивая свиньей. Это вот 12-летний цикл. То есть раз в 12 лет, два, три, пять раз по 12 лет составляют целый, так называемый, цикл Дерзы. Соответственно, это 60 пар небесных столов и земных ветвей, и они сочетаются, и получается 60 пар, 60 вариантов. Это все составляет 60-летний цикл, и этот 60-летний цикл, в свою очередь, делится на три 20-летних цикла. То есть две такие независимые системы деления. Одна три раза по 20, а другая пять раз по 12, но они все коррелируют между собой, совмещаясь, соответственно, в 60-летние циклы. И потом, когда 3-60-летних повторяются, получается 180-летний цикл, так же, как 9 периодов по 20 лет. Мы находимся здесь в начале 9-го периода, только что он сменился, и энергии поменялись у нас. Впервые еще энергии летящих звезд, ну и многие другие. И это означает, что многие вещи, это глобальные вещи, да, 20 лет в период приходят для всей Земли, не только для каждого из нас, но и для всей Земли. И, соответственно, это означает изменение глобальных энергий. И каким же образом, и что там с этим делать? Ну, во-первых, откуда это все идет? Считается, что это все идет от движения планет. Примерно, значит, каждый раз 180 лет они выстраиваются в одну линию от Солнца, так называемый парад планет, когда планеты выстраиваются с одной стороны от Солнца, происходит какой-то такой сдвиг гравитационный. Раз 20 лет, это 20-летний цикл, это планеты Дерева и Земли, Юпитер, планета Дерева и Сатурн, планета Земли, элементов, соединяются вместе, возникает, соответственно, начинается цикл, который сейчас он обнаружился. И 12-летний цикл основан на движении Юпитера вокруг Солнца. Юпитер делает оборот вокруг Солнца примерно за 11,86 лет. Ну и здесь можно посчитать, почему у нас 20-летний цикл получается, потому что Сатурн оборачивается вокруг Солнца 29 и 46 земных лет. То есть за один земной год Юпитер проходит 30 градусов орбиты Солнца и Сатурн, 12 градусов. То есть если мы посчитаем, получится, что Юпитер обгоняет Сатурн на 18 градусов каждый год, мы просто делим 360 градусов на 17-3 и получаем практически 20 лет земных. Я понимаю, что если мы будем сильно щепетильно считать, что мы сможем посчитать, что это не раз 20 лет, а накапливается вот эта разница. Там 0,15 лет каждый год, и, конечно, сдвиг, наверное, происходит не так, не раз 20 лет. Но, тем не менее, китайская система леста исчислений основана на вот этих 20-летних циклах. Привязана ли она к парадам планеты или нет, это другой вопрос. Есть такое объяснение, что она привязана, которое я сейчас привел. Но насколько оно отражает действительно эту ситуацию или нет, это другой вопрос. Ну, объяснение физическое такое, я вам представил, откуда она берется от движения планеты. Соответственно, наши циклы вот эти, если привяжем их к текущему времени, то у нас, мы сейчас живем в нижнем цикле, в девятом периоде, и в седьмой период шел до 1984 по 2004 год. Я вот еще познакомился с Фэн-Шуй до этого, в седьмом периоде, в конце седьмого периода, где-то в конце девяностых годов, во второй половине, точнее, а потом наблюдал возникновение, наступление восьмого периода, мне еще тогда, мой первый учитель, мастер, Лутербайер в Германии, он как раз, интересно ему было, когда наступит 2004 год, мы разговаривали с ним в году 2002, я говорю, вот как интересно наступает 2004 год, что это самое, посмотреть бы интересно, я говорю, а что интересно тебе посмотреть, он говорит, изменения какие происходят, какие изменения принесет нам период, но мы можем особо не будем в это углубляться, я говорил об этом уже на одном из практиков, но можно проследить за этими периодами, в историю обратиться, и увидеть, какие изменения принес каждый из периодов, на самом деле, часто на рубеже периода возникала глобальная нестабильность у нас с наступления периода, то есть перед наступлением в новый период наступала серьезная нестабильность, и заканчивалась она к концу этого периода, не к концу, а с наступлением в нового периода уже в начале, она более-менее все устаканивалась, то есть каждая граница периодов часто несет серьезные, действительно, изменения, как в свое время говорили. Не так мы сейчас вот с 24-го года наступил у нас девятый период, ну а до этого запомнится цифра, ну, каждый 20 лет назад, да, 4-й, 24-й, 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 24-й год, потому что мы сейчас немножко обратимся назад в историю, каждый период связан с триграммой, а у каждой триграммы есть свои те или иные атрибуты. Мы не будем в это глубоко уходить, но вот чуть-чуть посмотрим на то, что у нас, вернемся к восьмому периоду, который только что закончился, и просто посмотрим, что у нас, чем он был отмечен, что такое восьмой период, это триграмма Гень, Гень – это гора, в Агуана находится, триграмма Гень – на северо-востоке, Богуа – позднего неба, это младший сын, то есть мальчик примерно, ну, младший сын – это 15 лет, это раннее весна, это руки и пальцы, кисти, руки и пальцы, это земля – элемент, но малое в сравнении с кунь, это животная собака. А наступивший период – это Ли, это Огонь, это направление Юг, средняя дождь, то есть женщина, например, 15-30 лет, это Лето, глаза, сердце, Пазан, элемент Огонь. Например, восьмой период, что мы наблюдали в этом периоде. Младший сын – это приход к власти молодых лидеров, которых, в общем, не было, и что в политике, что в бизнесе, то есть никогда в истории не было таких молодых миллиардеров, как Цукерберг и, может, подобные молодые люди, насколько молодые, что там 18-20 лет они заработали миллиарды. Никогда в России не было таких молодых политиков, которые становились на высший подгот государства. Ну и в Америке тоже Обама, я на сегодня упомянул, но тоже. Макрон тоже весьма молодой человек, то есть достаточно много. Молодые люди получили возможности в восьмом периоде. Возможности и риски, то есть акцент был на молодых людей, в первую очередь молодых мужчин, ну и на детей в целом, потому что восьмерка представляет также и детей. Руки-пальцы выразились в том, что мы получили множество во-первых, возможностей для управления пальцами, все вот эти тач-скрины, ну и в том числе в технологиях это проявилось во появлении огромного количества устройств, помогающих, это роботы, которые вошли в каждый дом. В седьмом периоде мы наблюдали появление мобильной связи, которые интернета, то есть седьмой период, семерка это рот, общение, то есть технологии появились в общении. В восьмом периоде это пальцы, руки. То есть таким образом можем рассматривать влияние, глобальное влияние энергии периода на Землю, на развитие технологий, возможности для каких-то людей. это как бы такой общий взгляд, но я хотел поговорить сегодня не об этом, просто для того, чтобы вернуться, как бы описать то, что происходит в периоде. Мы сейчас поговорим о принципе, который называется Джен Шэнь, Лин Шэнь. И переводят это часто как положительный и отрицательный дух, но более можно перевести Джен Шэнь как священные единицы или правильные единицы Джен Шэнь, потому что этот значок это обычно дух. Часто переводят на дух по-русски. Дух, душа. У него есть свои оттенки, потому что это часто используется в разных контекстах, а в китайском в русском обычно используется слово дух. Там полезный бог часто переводят, полезный бог тоже пользуется Шэнь. Джен это правильный, а Лин это как ноль. Или Джен правильный, Лин это ноль, отсутствие чего-либо. То есть можно сказать, что Джен Шэнь это как правильный дух, а Лин Шэнь это дух как отсутствие ноль. Соответственно, речь идет о двух типах духа. И у нас есть квадрат Ла Шу, как известно, квадрат Ла Шу это расположение энергии в нашем мире. то есть вот у нас есть пятерка, которая находится в центре. И если мы стоим на открытом месте, к нам приходят со всех сторон разные энергии Земли. Мы стоим в центре и это как бы статичная такая матрица энергии, которая надеется действовать всегда. С юга приходят энергии девятки, вот то, что мы смотрели огонь и средняя дождь и фазан все эти атрибуты это энергия девятки или три грамма Ли. С юга востока энергия четверки, с юга запада двойки, с запада семерки, с востока тройки и так далее. Это энергия Земли. Кроме этого, у нас есть еще энергия неба, которая приходит вместе с лезящими звездами в соответствующем периоде. Если мы строим карту периода, это у нас есть периода, у нас к этим энергиям добавляются еще некоторые энергии на текущие 20 лет, соответственно. Соответственно, на текущие 20 лет добавляются еще разные энергии. В прошедшем периоде уже получается, с юга приходила тройка, с севера на четверка, с севера запада девятка и так далее. Еще какие-то девятка, опять же, как говорится, средняя дождь, или шестерка, это там большой металл, отец, семерка, младшая дождь, озеро, и так далее. То есть соединяются две вот такие, два вида энергии и получается определенная комбинация цель для данного места. И так, когда мы смотрим, ну, говорим про этот принцип Жен-Шен-Шен, то мы строим карту периода и карта периода у нас строится таким образом. Для воды она строится, значит, у нас звезда 80 вперед, это энергия Ян, так называемая, значит, у нас появляется такая карта для горы, это энергия звезда периода летит назад. Звезда периода известна как небесное сердце и мы получаем пятерку, которая располагается в двух этих картах в разных местах, а пятерка это самая мощная, самая сильная энергия. Соответственно, ну, пятерка известна как так называем императорская отсыл. И вот ее расположение в данной карте периода показывает нам, где должна располагаться в периоде вода, где должна располагаться в периоде гора. То есть, если мы берем восьмой период закончившийся и смотрим карту для воды, где целитесь вперед, восьмерка летит вперед, то мы видим, что пятерка самая сильная температурская отсыл у нас оказалась на юго-западе. юго-запад должна быть самая сильная, здесь очень важна вода, потому что каждый раз, когда мы говорим о энергиях, о энергиях летящих звезд и так далее, то это всегда потенциал, чтобы они действительно приносили какую-то пользу, там должно быть что-то физическое, чтобы этот потенциал активировать. Соответственно, это одна из таких путаниц для этого принципа, его редко объясняют, может быть, конечно, что-то непонятно, но в франшуле так часто бывает, объяснение теоретическое намного сложнее, чем применение. Объяснение сложнее, чем применение. Часто применять принцип очень просто, объяснять его, как начинаешь объяснять, там начинает мозг искипать и так далее. Но я в любом случае включил теоретическое объяснение, с этим брензом часто люди путаются, откуда все это возникает. То есть, если мы строим карту для воды, то на юго-западе, если вот просто сказать, нужна вода, на северо-востоке, когда строим карту для горы, нужна гора в восьмом периоде. Если мы располагаем наш дом относительно дома, есть вода на юго-западе и гора на северо-востоке, то вода нам дает что? Вода дает энергию ян. Энергия ян отвечает за финансовое процветание, финансовое, карьерное и так далее, так называемую общественную жизнь. А гора отвечает за личную жизнь, за мир, покой, отношения и так далее. Я собственно об этом уже сказал, да, можно немножко это выразить таким более красивым способом, символическим. Можно часто для определения ци используют это слово дракон, поэтому если у нас на юго-западе в восьмом периоде есть вода, то дракон будет счастлив, он даст процветание, если он построит дом юго-запада, который будет река или озеро, и жильцы будут очень богаты. А если соответственно на северо-востоке в восьмом периоде будет гора, то тоже это будет благоприятно для человеческого аспекта, крепкого здоровья, мира, покоя, авторитета, признания, известности человеческого фактора. То есть это объяснение, как этот принцип возник. Соответственно, что здесь важно? В восьмом периоде в идеале нужна вода на юго-западе, гора на северо-востоке. И такая конфигурация используется на самом деле в первую очередь для любой территории, для города, для страны и большой территории. Если относительно дома, конечно, мы сейчас об этом поговорим, некоторые говорят, что относительно дома все это надо, даже было написано, но это в меньшей степени относится к дому. Это не означает, что относительно дома пруд должен быть. дому мы используем летящие звезды для конкретного дома. Здесь все-таки это общая карта, работающая на 20 лет для территории, у которых нет фасада. То есть когда у вас есть дом и у него есть фасад, тогда мы строим карту летящих звезд, там появляется горная звезда, водная звезда, они летят в своем порядке и появляются приятные звезды в том или ином периоде, тогда у нас уже что-то сделать. Пока у нас этого а эта схема не требует фасада. Это просто вода на юго-западе, гора на северо-востоке и достаточно. Это имеет отношение к территориям, городам, странам, у которых нет фасад. Например, мы можем опять оборваться в историю и вспомнить, что у нас произошло в седьмом периоде. В седьмом периоде, вот у нас в седьмом периоде, если мы я здесь не стал строить это, но в принципе не обязательно каждый раз строить вот эти схемы, потому что здесь все понятно. Если я здесь карту ношу, то здесь у нас на северо-востоке находится восьмерка, то есть периода звезда, а напротив нее находится вода. Поэтому часто это объяснение не используют, просто говорят, что вот у нас седьмой период, у нас есть нет седьмого периода, просто где находится семерка, должна быть гора. В седьмом периоде, раз лашу находится семерка здесь, там должна быть гора, напротив должна быть вода. В восьмом периоде гора должна быть в месте расположения восьмерки в лашу, в девятом периоде гора должна быть в месте расположения девятки в лашу и так далее. Поэтому не Ener Sicher aunt строить карту, вот по нему ориентироваться. Просто нужно запомнить, что в периоде, о котором мы говорим, в месте расположения звезды период должна быть гора, а напротив нее должна быть вода. Если мы посмотрим на карту, понятно, что Лашу здесь юг сверху, а на картах обычных у нас юг снизу, в Китае. Тем не менее, мы видим, что на западе Китая горы находятся, вот там, где требуются горы, на востоке находятся моря, соответственно, эти горы на западе и вода на востоке дали мощное экономическое развитие Китаю в седьмом периоде. Кто помнит или может дойти в историю, обернуться назад, примерно с середины 80-х годов, там, под руководством Дэн Сиопин, до этого было мало, культурная революция, серьезная разруха в Китае, после ухода Мао, он в 1976 году умер, там потом какие-то были еще перетрубации, но вот где-то с начала 80-х годов в Китае объявили, уже Путин сказал «обогащайтесь», и все начали активно обогащаться, и Китай из нищеты выбился, в общем-то, очень быстрыми темпами, вышел, может быть, в то время еще не передовые страны, достаточно развиты, а сейчас мы знаем, что продолжается это развитие Китая. Хотя он вступил уже в восьмой период, мы об этом сейчас поговорим, почему в восьмом периоде Китай продолжил свое развитие, хотя темпы снизились. В седьмом периоде темпы были развития там 10-12% ВВП в год, а сейчас в Китае там 5% в конце восьмого периода, 5-6% намного ниже, потому что самое лучшее время для Китая был все-таки седьмой период. Восьмой период, самая как бы такая типичная конфигурация благоприятная для восьмого периода, мы говорили, что на северо-восток нужны горы, на юго-западе вода, это, например, Индия, северо-восток, юго-западе. Индия типичная конфигурация Гималайи, северо-восток, вода. Кто ездил в Индию, я там бывал в 90-е годы и наблюдал изменения, и они действительно начались примерно в начале 2000-х, в 90-е годы ничего не происходило, много по Индии. Были более богатые районы, но все-таки отсталая страна, и сейчас она уже входит в лидеры во многих технологических сферах, во всем остальном. Это произошло в восьмом периоде. В восьмой период наиболее благоприятен был для Индии и для других их территорий. Вот, значит, давайте посмотрим, что еще. Неблагоприятное расположение воды на северо-востоке и горы на юго-западе. То есть, если наоборот у нас вода на юго-востоке и гора на юго-западе, то что у нас происходит? Допустим, для северной Африки. На северо-востоке не должно быть воды, а здесь есть вода на северо-востоке, для Ливии, например. Горы. Здесь должна быть вообще северо-востоке гора. Гора дает что? Мир, процветание, спокойствие, ну, человеческий фактор. В первую очередь, когда мы говорим о странах, гора дает человеческое спокойствие, отсутствие волнений, революции, ну, как бы более или менее мирное развитие. Ну, те, кто знают, что произошло в восьмом периоде в Северной Африке, все эти революции, так называемые, арабская весна. То есть, в общем, знаю, что здесь очень много случилось именно проблем в плане не финансово. Ну, Ливия, такой явный пример, как раз северо-восток все-таки вода, была одна из самых развитых стран. Ну, и те, кто сидит за политикой, знают, что сейчас там гражданская война непогащающаяся и так далее. То есть, это вот отсутствие горы, там, где она должна быть, вместо нее вода может привести к таким проблемам. А что в нашей стране случилось в восьмом периоде? Ну, например, ну, когда мы говорим про горы на юго-западе, северо-востоке и воды на юго-западе, это так, что нам требуются такие формы. Иногда происходят события, которых мы не ожидаем, может быть, тем не менее они происходят. Это, например, значит, расширение Москвы на юго-запад, да, именно в восьмом периоде. Такое расширение, такого, наверное, глобального расширения на такие территории в Москве не было никогда, да, чтобы у нас так и прорастить территории в два с половиной раза больше стала Москва. То есть, до расширения, на самом деле, Москва по площади была, ну, вы думаете, что она была первым по площади городом в России, на самом деле, она была вторым. То есть, Санкт-Петербург был 1400 квадратных км, Москва была 900 с чем-то тысяч километров, да. И вот она стала, значит, а, нет, да, 900 с чем-то, не тысяча, а 900 с чем-то километров. И вот стала, значит, две с половиной тысячи. То есть, два с половиной раза увеличилась, она стала действительно первым по площади городом в России. Соответственно, расширение произошло на юго-запад. Что еще у нас произошло на юго-западе? Я говорил, что на юго-западе должна быть вода для экономического развития. Ну вот, когда мы берем такую большую страну, как Россия, здесь уже даже в сравнении с Индией, это не одна страна там, ну, огромная территория. С Россией всегда не просто оценивать вот вопрос, где гора, где у России северо-восток, где вода. Здесь уже нужно ее делить на какие-то такие локальные территории и оценивать, значит, что, ну, как бы оценивать это направление и присутствие там воды, горы и что-то еще. В данном случае мы можем говорить о том, что, опять же, вернуться с восьмой период, в Краснодарский край, да? Что, чем получается? Это юго-запад раз, и там есть вода. То есть условия экономического развития соблюдены для Краснодарского края. Что случилось в восьмом периоде в Краснодарском крае? Ну, про Сочи все знают, про Олимпиаду, про сколько финансов туда было, значит, вложено в это время. Восьмой период сюда, в 2014 году была Олимпиада. И Краснодар за этот восьмой период по количеству населения увеличился, наверное, раза в два. Ну, кто там бывал или кто ездил, кто считает. Ну, представьте себе, город за короткий период времени, там, за десять-пятнадцать лет увеличивается население в два раза. В Москве увеличивается население, ну, постепенно, а там раз, и все. То есть там реально все построено, огромное количество всего. То есть экономическое развитие всего Краснодарского края достаточно мощное. Вспомнимся, что было, опять же, в конце девяностых, в начале двухтысячных. И сейчас тогда еще Краснодарский край особо, как бы даже в стране особо, но сейчас там и Сочи активно развивается, продолжает. Это был восьмой период. Мы заглянули немножко назад, да, чтобы посмотреть на логику, потому что мы не можем проверить, что будет в будущем. Нужно только заглянуть в него и предположить, а для того, чтобы, значит, нам оценить как-то, нам надо вернуться в прошлое, чтобы понять, как это работает. В девятый период мы ожидаем, что, значит, что у нас должно быть средняя дочь, женщина двадцать пять лет, лето, глаза, сердце, огонь, пазан, три грамма. Соответственно, когда мы смотрим на уже карту лошу, гора у нас должна быть где? На юге, вода должна быть на севере. То есть, ну, вернувшись, например, к России, мы можем предположить, что если на юге есть горы, ну, они есть кое-где, горы на юге, да, есть в районе Байкала, вот здесь всяких, Акасия, Тяньшань и так далее, да, в Кавказ, то есть, в принципе, опять же, я говорю, что Россию нельзя рассматривать как такую одну, одну небольшую страну, надо рассматривать ее как отдельные территории. В любом случае здесь отдельную европейскую часть, здесь совершенно однозначно на юге горы, на севере есть вода, то есть, ну, можно ожидать, что более или менее спокойное будет развитие без особых там революций и волнений, да, нет того того, что было в Ливии. Ну, на севере вода. Ожидаясь, конечно, что на севере у нас там, ну, случится какой-то экономический бум, экономический там, не знаю, прорыв, что-то еще, тоже здесь надо учитывать реальность, что это достаточно холодные, суровые места, развитие будет экономическое в плане развития северного морского пути, и, ну, уже мы знаем, следим за тем, что происходит, что на севере строится там много чего, и все выходы, там северный широтный ход строится, и вот эти все, там, газодобыча развивается, нефтедобыча, и северный путь развивается, да, люди отступают, идет, значит, процесс непотепления, так что эти возможности, появляются возможности, ну, следует уже, да, что в девятом периоде это будет активно, значит, развиваться, то есть активно использоваться северный морской путь, ну, и север будет намного, значит, ну, так же, как юго-запад в восьмом периоде, в Краснодарском крае, я говорил, да, так же и север будет у нас активно развиваться, да, но это не к тому, что нужно всем точно переселяться на север, ну, если, да, потому что есть такое, там, не знаю, желание или все равно где жить, то почему нет, допустим, там Мурманск, Артангельск, там места, где есть, ну, вода на севере, то есть это то, что можно, ну, вот, Севастополь, например, тоже, да, я сейчас пересележу в Севастополе, вот здесь вот тоже у нас есть вода на севере, то есть вода и на юго-западе, вода на севере такая очень, ну, по крайней мере на эти, восьмой, девятый период хорошее место. Горы больше здесь находятся, но тем не менее вода со всех сторон есть. Так, ладно, на этом уже смотрели. Ну, собственно, это схема того, где должна быть вода, где гора в каждом из периодов, да, то есть восьмой период это гора на северо-востоке, вода на юго-западе, девятый гора на юге, вода на севере, в первом периоде, который у нас стоит после 2044 года, гора на севере, вода на юге. Соответственно, это применимо не только к выбору страны, там, или региона, там, на север переезжать, но могут быть локальные места, вот как города, как я только что привозил пример Севастополя, где вода есть на севере, море, река или что-то еще. Кому недавно обращалась, допустим, женщина хотела выбрать место, там, в Сочи, допустим, да. Как вот выбрать, допустим, в городе, в Сочи, там, квартиру, где выбирать? Очень длинный город, вытянуть вдоль Черного моря. Ну, если мы хотим выбрать просто какое-то место, да, где-то и выбирать, то нам надо выбрать для этого, для девятого периода, чтобы на севере была вода. Какая вода? Ну, или море, или река. Там есть реки, допустим, там есть такие долины, мзинты и другие реки, которые выходят в сторону моря. Ну, вот, соответственно, с южной стороны реки. Озеро может быть, да. Ну, далеко не все города расположены, конечно, относительно рядом с морем, но рядом с городами есть озера, допустим, большие какие-то. Они тоже, вот, для девятого периода нужно выбирать города, с севера которых есть вода, озеро или что-то еще. Но у нас есть еще кое-что, да, то есть, ну, как бы, если вот очень просто, что касается там темы нашего разговора, то следует выбирать, поскольку наступил девятый период, город, в котором к югу от города есть горы, к северу есть вода. Или к югу от вашего дома, или вашего района есть горы, да. Мы говорили, что у нас есть, во-первых, значит, этот принцип выбора места, во-вторых, принцип уже летящих звезд, применение летящих звезд к вашему там дому, квартире или чему-то еще, да. То есть мы сначала выбираем сам район, выбирая район, нам нужно выбрать район, в котором, район или город, да, в котором есть вода на юге, ой, на севере, гора на юге. Вот если это, допустим, какой-то Сочи, да, территория, то если есть река, реки там текут с востока на запад в Черное море, ну, не совсем, конечно, только на запад, скорее с северо-востока. Но, тем не менее, вот она нужно выбирать на южном, там, берегу эти реки, тогда сзади будут горы. Если нет гор, то, по крайней мере, чтобы было озеро, река именно к северу. А вот после того, как вы выбрали уже этот район, там, жилищный, если вы квартиру покупаете, то жилищный комплекс какой-то или что-то еще. Дальше вы выбираете уже квартиру в самом ЖК, соответственно, по летящим звездам. Дальше уже вы выходите сначала с макроуровня, на микроуровень. Сначала вы выбрали район, потом выбираете там жилищный комплекс, соответствующую квартиру в этом здании и так далее. Шаг за шаг. При выборе горы, мы опираемся на принцип Джен Шен Ли Шин. Дальше есть у нас еще одна позиция, кроме, значит, кроме, кроме, позиции, где вода должна быть, гора должна быть на северо-западе, вода на, наверное, гора на северо-востоке, вода на юго-западе. Есть еще одна позиция, где полезно расположение воды, так называемая светящаяся позиция. Если юго-запад это нулевая позиция, там Лин Шейн, то еще одна позиция в каждом периоде, которая называется светящаяся позиция. Обычно эта позиция связана с звездой периода в квадрате шоу, связана по принципу хэ ту. То есть, если вы знаете принцип хэ ту, то вы знаете, что в хэ ту есть пары 4-9, 2-7, 1-6, 3-8, ну и 5-10, но десятки у нас нету, поэтому обычно эта пара не учитывается. Но вот 4 пары, которые нужно напомнить вам, если вы занимаетесь в хэн-шоу, это 3-8, 4-9, 2-7 и 1-6. Они идут к хэ ту. Мне обычно считается, что эти числа дружат, они вместе, они представляют какой-то элемент вместе, 3-8 представляет дерево, 4-9 металл, 2-7 огонь, 1-6 воду, 5-10 представляют землю. Соответственно, благодаря тому, что между ними есть такая близкая связь, то появляется еще одна позиция для расположения воды. Если мы вернемся к Китаю, почему Китай продолжал, соответственно, развиваться в 8-м периоде, несмотря на то, что на юго-западе у Китая, у Китая, у Юго-запад здесь у нас, нет никакой воды. Китай где-то вот здесь заканчивается, не границы, здесь уже начинаются другие страны, юго-запад Азии, Вьетнам и все остальное. То есть здесь у него нет воды у Китая. Почему он продолжал развиваться в 8-м периоде? Потому что светящаяся позиция все равно поддерживала его. Это развитие экономической, светящейся позиции, то есть на востоке, осталась вода. То есть как в 7-м периоде вода должна была быть на востоке, это была нулевая позиция, так и в 8-м периоде на востоке у нас осталась вода, тоже это была нулевая позиция. Таким образом, в 8-м периоде все было так же хорошо для Китая. Что уже насчет 9-го периода? В 9-м периоде у нас должна быть гора на юге, нулевая позиция для воды на севере. На севере у Китая нет никакой воды, есть только Байкал, для страны это не серьезно, Байкал тем более, над Монголией находится, а здесь никакой воды нет. Тем не менее, в 9-м периоде светящиеся позиции это юго-восток, да, если возьмем это был восток, то в 9-м периоде юго-восток. Таким образом, светящиеся позиции, а на юго-восток, как вы видите, воды достаточно, предостаточно у Китая. То есть у Восток, юго-восток. Поэтому 9-й период также благоприятен для развития Китая, уже не по принципу этой светящейся позиции. Соответственно, это тоже возможности для хорошего продолжения развития, потому что не следует ожидать, что Китай готовит развиваться в 10-м периоде. Вот она общая схема этих нулевой позиции, правильная позиция, нулевая, светящаяся. Правильная, как вы помните, для расположения горы, нулевая для расположения воды, а светящаяся также для расположения воды. Это наши пары ХЭТУ. Соответственно, если вы выбираете место для жизни, то кроме нулевой позиции вы можете искать также и позицию, если не ошибка, не северо-запад, а юго-восток, соответственно, да? Правильная, нулевая или светящая северо-запад должен быть северо-запад. В 9-м периоде, соответственно, юг, север и юго-восток. Соответственно, это вы можете выбирать также, ну или давайте перепроверим. Вот здесь ошибка. В 9-м периоде это должно быть юг, юго-восток. В 8-м периоде северо-восток и летящийся восток. В 7-м периоде северо-запад и северо-восток. В 5-м периоде делится на две части у нас сначала юго-запад и потом северо-восток. В 5-м периоде у нас начинаем с земли, у нас 3 звезды земли есть, да? 8,5,2. И мы начинаем с юго-запад правильная позиция, первые 10 лет, вторые 10 лет, северо-восток правильная позиция. Ну и соответственно, соответственно, остальные звезды также стоят северо-восток, восток. В 4-м периоде юго-восток, юг, правильно, пара ХЭТУ-49, восток-северо-восток, правильно, юго-запад-запад и север-северо-запад. Все правильно, кроме вот последнего, соответственно, юго-восток. Так что вы можете выбирать, если в 8-м периоде, в 9-м периоде у у вас вода на севере, это хорошо, если нет вода на севере, в 9-м периоде. Так что-то у нас со связью случилось, немножко нестабильной работы. Так, Антолий, у нас со связью проблемы. Там у нас вторично, да. Это все же. 30 марта и 4 апреля. А у нас проблем со связью, как начали, про 9-й период, и все. И тишина. Там что-то периодически. Появлялась какие-то звуки, но непонятно, о чем было. Можно еще раз? Здесь? С какого момента? Не, на предыдущем слайде. Отсюда? Нет, нет, предыдущий. Там где таблица по периодам. Отсюда? А слайд один и тот же все время. Вот, вот это, да, да, да. Вот вы как начали. Нет, нет, где таблица по периодам? Так, что-то медленно все происходит. Господи. Нет, нет, последний, перед программой курса был слайд с периодами. Вот этот? Нет, дальше, дальше. Вот этот? Нет, это сейчас не так быстро, потому что вы когда спрашиваете, я еще картинки не загрузилась. Да, вот, правильно, позиция, нулевая позиция. Вот вы когда про 9-й период стали рассказывать, немножко пропал. Ну, то есть буквально там несколько фраз, но они важны. И тоже на 3-й в 9-м периоде, если про него хотят услышать. Да, я понял. Я, во-первых, обнаружил ошибку вот здесь у себя, да, что должно быть здесь юго-восток, потому что связь с КТУ у нас 9-4, юг и юго-восток, вместо северо-запад и юго-восток. Да, да, это мы все услышали. И потом я еще перепроверил остальные, остальные все правильно. Ну, в 9-й период надо сказать, что если мы найдем место для жизни, район, город, в котором вода на севере, то мы получим нулевую позицию. Да, это благоприятно для финансового процветания. Если есть еще и гора на юге, это даст человеческое развитие в городе. Ну, что значит человеческое развитие в городе? Я говорил, что по примеру там Ливии отсутствие человеческого развития, это можно назвать гражданскую войну и так далее. То есть проблемы именно в плане нестабильности политической. Что касается города, ну, города обычно в стране в меньшей степени подвержены какому-то такому нестабильности. Ну, по крайней мере, в России нестабильность. Может, вся страна появляется нестабильность, да, а город обычно как-то спокойнее ведет себя. Тем не менее, человеческое развитие для города может начать развитие инфраструктуры городской, развитие там комфортной городской среды и так далее, и так далее. Соответственно, иметь горы к югу – это неплохо. Поэтому это может быть полезным для этого. А вода на севере может быть хороша. Но кроме воды на севере, вода еще может быть на юго-востоке. Если уж на севере с водой плохо, то юго-восток тоже хорошо. А может, тут вопросик уточняющий можно по этому слайду? Многие просто пишут. Если в разрезе, допустим, дома рассматривать это все, а можно ли, допустим, если гор нет, ну, например, в Московской области тут такие горы, как бы, максимум повышения рельефа можно. Это можно рассматривать как горой? Ну, и, соответственно, воду, понижение рельефа достаточно ли его? Или прямо должна быть речка там, я не знаю, озеро какое-то? Ну, кому повезло? Море там может находиться? Ну, то есть, насколько вот прям гора должна быть прям горой, а вода прям водой? Или понижение, или повышение достаточно? Ну, все, все относительно, да. Все, конечно, относительно. Конечно, если нет реальных гор, то может быть какое-то повышение, это могут быть здания какие-то соседние или что-то еще. Что касается воды, это может быть какое-то открытое место или равнина, но открытое место имеет тенденцию застраиваться, да. Если это низина, то уже хорошо, если вы, ну, если есть вот какое-то там низина, какое-то изменение рельефа. Москва вообще все-таки, как это, считается, что он, наверное, на семи холмах стоит, да. То есть какие-то холмы там есть, они в меньшей степени заметны, но если внимательно посмотреть, то там есть какие-то эти самые. изменения рельефа. Ну, как бы в Москве есть и река, да, и река, которая… Если у нас есть река, значит, она однозначно ниже, она всегда ниже. Река, озеро, она не может быть выше вас, потому что вода все время течет низ. Если есть река, то обычно, ну, как бы, к ней идут таким образом. Я даже если у незнакомый город приезжаю, там есть река, города сейчас на реку. Ориентируюсь легко. Я вижу, где повышение, где понижение. Значит, если понижение, там река, там набережная, значит, центр. И часто без навигатора. Особенно, когда их не было. Ездил, ориентировался сам, все находилось легко, просто смотришь на карту, потому что знаешь, где река и где куда что вниз идет. Соответственно, все относительно, если у вас есть реальная вода, если у вас есть реальное озеро, море, река, то это всегда сильнее. Если этого нет, то вы начинаете искать всякие замены этому. И заменой будет, да, открытое место, низина, площадь и так далее. Но чем менее это реальная вода, тем менее это эффективно. Таким образом, можно сказать. Тем менее реальная гора, тем менее эффективно. Спасибо. Речь идет, в данном случае, я говорю, что, в общем-то, о выборе места для жизни на целых 20 лет. Это относится к тем ситуациям, когда вы думаете, чтобы найти себе новое жилье, новую квартиру. Думаете про город, в который хотите переселиться. Где будет экономическое развитие или там, где будет спокойно жить вам. И выбираете, или это город, или район. Если вы уже живете в каком-то месте, от того, что вы узнаете, что, ну, наверное, здесь будет там, вот здесь нет воды, или здесь есть вода. Если вы просто живете, если вы просто живете и не планируете пережить, то это не будет. Ах, опять у нас связь разрывается. Сегодня что-то не очень хорошо интернет работает. В коллекторе. Сейчас Анатолий подключится обратно. Мы когда перед эфиром, ну, переговаривались, говорили, что он перейдет на другой интернет. Так, а у вас микрофон отключен. Не слышим вас, у вас отключен микрофон. Переключился на другой мобильный интернет. К сожалению, иногда интернет у меня падает. Я не помню, в каком месте все зависло. Надеюсь, я успею рассказать. Самое важное, мы все услышали, поэтому, что не надо переезжать, собственно. А если вы живете, у вас нет планов переезжать. Да, собственно говоря, не надо ерзать. Улучшайте феншуй вашего дома. Ну и соответственно, также можно рассмотреть места, куда хотите, чтобы стабильная жизнь была, куда не стоит переезжать. Если мы сейчас вернемся назад, то мы увидим, что в Европе сейчас вода находится на юге Европы. Там должна быть гора. То есть, если в восьмом периоде нестабильность пришла в Ливию, то в девятом периоде может нестабильность прийти в Европу. Если заглянуть на 180 лет назад, в предыдущий девятый период, это 1844-1864, это было время серьезных революций и восстаний в Европе, которые причем были не скоординированы, они не шли из одного центра, это было множество. Это, по-моему, 1948-1949 годы, серьезные перевороты. То есть, можно ожидать тоже серьезной нестабильности в Европе. Поэтому, ну, сейчас мы видим уже, что-то начинается с этим фермерами и так далее. Так что, с этим надо быть тоже осторожным. Нужно это учитывать. На север можно, в Бурманске. Значит, по поводу курса, надеюсь, меня слышно. Это вот то, что мастер, значит, сказал у нас в нашем… Одному из практикум, который он ввел. Кстати, он скоро будет проводить еще практикум «Бадзы и здоровье», так что вы можете зарегистрироваться. Надеюсь, что Михаил там вывесит кнопку. Он как раз сказал, что я перевозил его в Россию, его курсы. И что он мне полностью доверяет проводить курсы фэн-шуй из четырех стопов от его имени. Поэтому вы можете, пожалуйста, приезжайте. Надеюсь, что я сделаю, что это не зависит. О чем мы будем говорить на курсы фэн-шуй-1, фэн-шуй-2? Здесь, в общем, совсем не вся программа. Чтобы просто вас не усложнять. Самое интересное я выбрал – это про летящие звезды будем говорить. Про компас лапай разбирать подробно. Различные важные формулы. Множество школ Сань-Хэ и Сань-Юань. Водные формулы Сань-Хэ и Сань-Юань. Такие, как пять духов и принадлежащие богатства. Девять звезд мастер-лая. Сань-Юань. Формула. Восемь водных драконов. Восемь шаг желтого убийца. Метод двойной горы. Сань-Хэ. Методика летящих звезд. Разные. Углубленные. Примеры аудита и практиков известных мастеров. И примеры из работ мастера второго периода. Тут очень-очень вкратце о всей программе. Вся программа у нас целиком висит в форме регистрации. Михаил кнопку вывесил. Осталось четыре места на сегодняшнее утро. Не знаю, сейчас сколько осталось. Потому что в зале больше, чем 26 человек у нас не помещается. Поэтому мы ограничиваем количество 26 участников. Поэтому те, кто регистрируется. Те, кто успеваете, регистрируете. Те, кто не успевает. В лист ожиданий можно записаться. Если кто-то вдруг откажется, то мы сможем вас присединить. Это по поводу курса. Ну, я думаю, что там кнопка на лекцию мастера Реймон Долу тоже есть. Что по вопросам, Михаил? Есть еще какие-то вопросы? Да, сейчас еще по поводу программы. Просто был вопрос. Значит, вот это первая, вторая часть. Ну, кнопки можете перейти там, посмотреть. На самом деле программу поподробнее. Это все. Вот в эти шесть дней все это входит. И первая, вторая часть. И будет по ним отдельно, кстати, два диплома. Скорь. Да, да, да. Это просто условная разбивка. Да, условная разбивка. Я расскажу как в программу мастера Реймон. Он в основном приезжал два раза в год. Один раз в год давал два курса фэншуй 1 и фэншуй 2. Другой раз давал два курса бадзи и дзин. Три курса. То есть у него было два курса и три курса. И, соответственно, всего пять курсов. Они так и остались, эта программа. Единственное, что он добавлял все время какие-то примеры туда и так далее. То есть это не было ни с чем-то одним. Он такой увлеченный человек, несмотря на возраст. И, соответственно, да, это просто два диплома фэншуй 1 и фэншуй 2, которые включено в это масса полезных и важных знаний классического фэншуй, в том числе в разные водные формулы того, как их рассчитывать, применять. Надеюсь, что в следующую субботу какой-то пример водной формулы я подготовлю, хотя сейчас он говорит, пока не подготовил, лучше презентацию сделать. Еще хочу добавить, значит, вопрос по поводу этого курса. Тут спрашивали то в печати. Это курс не по девятому периоду, это вообще в целом по фэншуй, чтобы могли ориентироваться в любом периоде, а не как в девятом. Вот потому что базовые принципы, они на самом деле, остаются неизменными, независимо от того, что там в периоде происходит. Вот. Многие вопросы, которые вы хотите задать, вам, наверное, лучше все-таки на курс прийти, потому что это будет самый правильный подход, потому что системные знания, они их, в общем, ничем заменить нельзя. Вот. Просто спросить, а что важнее, ну, а к себе ответ вы получите. Либо надо либо самим ориентироваться, либо консультацию заказывать. Да. Я, конечно, не знаю, какие вопросы там задают, потому что у меня чата нет. Но я расскажу вам один пример из одного из моих учителей, Дерек Уолтерс, такой автор книг и мастер фэншуй в Британии. Он все время говорил так, что я, говорит, вот сейчас напишу на бумажке ответ, положу ее вниз, ну, вниз лицом, эту бумажку. Потом вы задаете вопрос, я подниму, и ответ на ваш вопрос будет. И он, значит, писал, потом задавали вопрос, он поднимал бумажку, там было написано, это зависит от ситуации. Это был универсальный ответ фэншуйный на все-все-все вопросы. Поэтому вот, когда задаются эти вопросы, действительно надо, что важнее, особенно, мне часто задают такой вопрос, что важнее то или другое. Во-первых, можно сказать, что это все зависит от ситуации. Во-вторых, за этим вопросом часто стоит другой вопрос, что вот я хочу выбрать что-то самое-самое важное и вот это использовать, а все остальное я не хочу использовать. Потому что, когда столько много принципов, то я путаюсь и не понимаю, на что обращать внимание. И вот я хочу поэтому не обращать внимание, потому что это неважно. И вот скажите мне, что самое важное, и тогда я это буду использовать, а остальное не буду. И по этому поводу я все время привожу такой пример, Поскольку большинство у нас очень практикующие женщины, женщины обычно умеют хорошо готовить, я им тоже задаю встречный вопрос. Что важнее, когда вы готовите хороший суп? Вы хотите приготовить хороший суп? Что важнее? Вода, огонь, овощи, мясо, кастрюля, специи, приправы, хозяйка, которая готовит, что еще? Кухня присутствует, плита. Что важнее? Скажите, что вот это важно, скажем, вода для супа самая важная, все остальное не важно. Или там мясо самое важное, все остальное не важно, чтобы сделать хороший суп. Но я думаю, что если вы этот пример подумаете, вы поймете, о какой логике мы обычно рассуждаем в фэн-шоуе. Так, еще вопрос. Да, значит, курс очный в Москве с 30 марта по 4 апреля. Вы можете перейти по кнопке, там подробно, подробно, дата проведения, где это все находится, в каком конкретно гостинице, там программа подробнейшая. Поэтому все это можете посмотреть и, соответственно, потом написать заказ. Некоторые, смотрю, уже оплачивают, судя по обздыканию телефона. Еще один вопрос был, вот Андрей задает по поводу Идзин. Смотрите, значит, курс по Идзин, он не отдельный. Вот в Питере будет у нас с какого? 25 февраля, да? С 20 по 25 февраля. С 20 по 25 февраля будет курс Бадзи и Идзин. Там, ну, последние полтора-два дня посвящены Идзин. Вот у нас был в ноябре курс, а еще, ну, для участников создан чат, там люди до сих пор по Идзин задают вопросы. Анатолий постоянно на них отвечает. Вот, поэтому, если вы хотите, пишите, я вам ссылку пришлю. Мне просто сейчас под рукой ее нету. И вы можете в Питер поехать, вот, и там в этом курсе поучаствовать. Тоже очный курс. Вот, поэтому, такая возможность есть, что касается Идзин. Вот. Так, теперь, можно вопрос по летящим звездам? Ну, да. Значит, вопрос, так звучит, значит, подскажите, мастер Реймонд Ло смотрит отдельно фасад для каждой квартиры в многоквартирном доме или фасад всего дома? Вот вопрос такой. Ответ очень простой, фасад всего дома. Вот, видите, как-то просто все учаются. Можете на курс не ходить, теперь все, вы все знаете. На самом деле, лучше пройти все-таки курс, сейчас я вам на экзем тоже скину чат, вот Анатолий мне скинул ссылочку, а он мне под рукой, сейчас я вам скину. Так, сейчас мы вам отправим, где-то мне мало. Так, что-то у нас есть, а, нет, все нормально со связи. Все хорошо, все отлично, отлично. Вообще какие-то вопросы там? Онлайн есть курс по фэншую, можете написать, я вам ссылку на оплату пришлю, но он немножко по другой программе сделан, то есть там вводных формул нету. Курс он записан, на нем очень много студентов отучилось, но там немножко другая программа, я вам скину на страницу регистрации, ссылку там посмотрите. То есть онлайн-курс есть, онлайн-курс есть и по бадзе, и по фэншую, то есть если вы хотите, можете на них зарегистрироваться. Мы сейчас не набираем туда людей, но там попозже будем поток набирать, я думаю где-то, наверное, в апреле, ближе к маю. Да, рассрочка есть, соответственно, вы когда создаете заказ, переходите на страницу оплаты, там есть три вида рассрочки от банков, это, соответственно, Тинькофф, Сбера, еще какой-то всегда, да, я не знаю, что это за система. Соответственно, выглядят они как кредит, но проценты по кредиту перекладывают на нас, а для вас будут суммы неизменные, ровно такая, которая написана. Вот, и вы можете спокойно на нее зарегистрироваться. Вот, поэтому, курс. Так, в общем, большая часть вопросов ответили, так что у нас прямо оплаты пошли. Я смотрю по очному курсу. Вот, это хорошо. Все с вопросами у нас, да? Можно ли консультировать после курса Бадзе и Цзин? Можно ли консультировать? Слушайте, консультировать можно и без курса Бадзе и Цзин. Консультировать можете сейчас, кого хотите. Здесь всегда, конечно, вопрос такой. Предположим, я 20 дней чем-то занимаюсь. Ну, удовольствием. Консультировать 20 лет. Потом я беру, пишу книгу вот такой толщины и весь свой 20-летний опыт запихиваю эту книгу. Вопрос к вам. Вы взяли эту книгу и купили. Прочитали ее раз, два, три, пять, десять. Получили ли вы после этого 20-летний мой опыт или нет? Вот, ответьте сами себе на этот вопрос. Соответственно, то, что мы можем передавать друг другу, люди, как люди, да, я вам, как учитель, да, или кто, я у кого-то получаю, это в первую очередь информация и знания. Во вторую очередь, такой невербальный уровень, определенный опыт, да, но я думаю, что все понимают, о чем речь идет, потому что я, допустим, никогда бы не смог, наверное, учиться, ну, полностью учиться вот именно онлайн, потому что онлайн не позволяет передавать вот такой внутренний опыт от человека к человеку невербальным путем. На уровне энергии, если хотите. Но все-таки мы же занимаемся метафизикой, это даже намного, ну, значит, мы как бы понимаем, что какие-то вещи работают энергетически, а не на уровне нематериалистической, скажем так. И в том числе передача опыта и знаний, она идет на таком уровне, поэтому вот я приобрел много достаточно своих учителей, от мастера Реймонда Ло, мастера Япченхай и других. Ну, вот этих двух, грандмастера Реймонда Ло, грандмастера Япченхай, для меня, наверное, дали больше всего, да. Это была, скорее, не информация, а уровень такой невербальный, да, такой внутренней энергетической уверенности в себе, понимания каких-то вещей, как работает энергия. Соответственно, консультировать вы сможете, конечно, но у вас будет много вопросов вначале. И единственный способ разрешить эти вопросы – это набраться опыта. Я, к сожалению, смогу вам, я говорю, что на невербальном уровне что-то передать, какие-то вот такие глубокие уровни понимания. Но свой опыт, там, 20-летний, не смогу передать никакому опыту, вам придется самому нарабатывать его. В том числе путем консультации, конечно же, путем рассмотрения примеров и всего остального. Но посмотрите на наши отзывы по ноябрьскому курсу, они висят у нас, значит, на, в том числе и на странице регистрации к этому самому курсу, внизу видеоотзывы наших учеников. Они там говорят, что они получили, да, хотя некоторые из них занимаются бадзы, ну, тоже лет 15, наверное, 20, я не знаю, сколько там. В некоторых много студентов, там, кстати, двое, вот, отзыв. Да, они сами обращают, я так удивился, что они пришли вообще ко мне на курс в ноябре, хотя они сами преподают давно, консультируют давно, они пришли еще учиться и, как бы, были довольны, да, им было интересно, они все время сидели, там, задавали вопросы, мы как-то общались. То есть, все равно вы учитесь этому всю жизнь, учитесь где-то, учитесь на занятиях и, самое главное, учитесь на собственном опыте, учитесь на практике, делаете и в процессе этого что-то понимаете. И от этого, ну, как бы, других вариантов нет, на самом деле, если вы хотите консультировать, других вариантов у вас нет, только опыт, только получение информации и накопление опыта. А сколько надо карт, наверное, штук 100 рассмотреть, да, чтобы более-менее так ориентироваться, бегу? Вот, вот, карта рождения людей разных, причем реальных, наверное. Не знаю сколько, 50, 100, 1000, вот, чем отличается мастер Реймон Тлоу, что он, несмотря, я говорю, на свой возраст, а он, наверное, больше, далеко за 70, наверное, он до сих пор как большой ребенок, ему просто все интересно. Вот, я уже рассказывал, не раз в эфирах, что он книгу написал, которая называется «Любопытство», «Curiosity», и в предисловии он описывает, почему он так назвал книгу. Пошел в магазин покупать компакт-диск и увидел какой-то, значит, компакт-диск, это у него написано, давно еще там было, не знаю, в 2010-м, музыка была. Там какие-то мелодии вселенной, тайны космоса, какие-то названия, композиции были, и картинка какая-то космическая. Он купил этот диск, потому что ему было интересно, что же там такое, пошел домой, да, из любопытства купил, пошел домой служить. И по дороге домой, значит, у него развилось название книги «Любопытство», потому что он понял в этот момент, что большая часть его действий в жизни мотивирована именно любопытством человеческим. И это необходимое качество, оно заставляет тебя лезть в интернет, искать данные, рассматривать эти карты. То есть мотивация не заработать деньги, там, вот я, значит, пойду консультировать, и мне будут кучи денег платить, а мотивация, любопытство, любопытство, интересное это, интересное это, тогда ты, да, начинаешь, да, способен действительно понять, как это все работает. Карты надо рассмотреть, много, конечно, чем больше рассмотреть, тем больше понимания будет. Так, сейчас еще, по поводу Ленинградской области, нужно заявить в Питере, может, помните, там, какие районы вообще, можно ли сориентироваться сейчас на 9-й период, какие хорошие, блин, области, люди хотят купить дома, или... Карентироваться, чтобы вода была, вода была на севере. Нет, тогда это самое, ну, Петродворец, вот эти все места. Так, а уже, если вы читаете новости, вот, к югу Афинского залива, да, читаете новости, там сейчас бешеное развитие планируется, Петродворца, Стрельно, вот эти все территории, они были достаточно в таком захолустном состоянии, на прошлом состоянии многое время, сейчас уже планируют туда большие, большие вливания, расширение дорог, и все остальное, планируется второе кольцо, вот, если в области, то я бы советовал, или к югу от Финского залива, или к югу от Лазарского озера, но это уже не Ленобось будет. Хотя там тоже что-то есть, часть Ленобось, Карелия. Ну, я помню, как называется Юг Ладоги, там такие места, типа Водропушетка, где-то там. Сейчас по на карте посмотрим. Да, там интересные места, кстати говоря, на севере Ладожского озера я был много лет назад, сейчас смотрю, как там все оборудовано, честно говоря, там такие грунтовки были страшные, вообще ужасные. Сейчас, я говорю, люди ездят, даже на обычных машинах, спокойно, вокруг Ладоги. Смотрите, конечно, вот, ну, если мы сейчас вспомним то, о чем мы говорили, допустим, про седьмой период, мы говорили о том, что Китай получил мощное развитие, потому что вода была на востоке в седьмом периоде. Но Россия, у которой также вода на востоке есть, то есть Тихий океан, все остальное, не получила такого мощного развития в седьмом периоде. Почему? Потому что эта область не была развита, там не было ничего, ну, было, конечно, что там Камчатка у нас, там Чукотка, Владивосток и все остальное, но таких возможностей не было в то время. То есть для того, чтобы это происходило, должно быть какой-то уже территории. Поэтому, ну, вот, если здесь посмотреть на карту, то вот, пожалуйста, ищите, где вода сверху. Вот он, Петергоф, Стрельно, Ломоносов, Ломоносов там закрытый город. Вот, соответственно, вот, ну, вот здесь уже Приладожский, ну, все, что к югу от этой бухты, Новая Ладога, ну, пожалуйста, где вода сверху, то это в территории будет развиваться. Также можете посмотреть на озеро было, вот Токсово, например, есть, да, вода Токсово, а вода в северу. Вот, пожалуйста, кто слышал проект большой, здесь Астралийский разлив, а вот здесь планируется, вот в этом месте, не знаю, видно ли, вот это, что я показываю, вот в этом месте сейчас планируется большой, этот самый, Горская, всесезонный курорт Горская, да, и здесь как раз к северу видеться вода. Вот эта территория планируется под огромный, там, мировой уровень. Там мы на юге, получается, все равно тоже вода, потому что, вот, ну, так это что у нас, вот у нас Финский залив? Ну, это залив, да. Огромный, он же больше, чем это озеро, Сестрорецкий озеро, Сестрорецкий разлив, а на юге, получается, Финский залив. Да, 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 нет, здесь со всех сторон, Гор здесь нету, конечно, но для финансового развития производство воды уже хорошо. При том, что еще период не начался, а уже планы все равно по развитию этой территории уже существуют. Они часто заранее. И в момент, да, в момент, когда этот период начинает, ну, уже сейчас уже начался, а это все начнет реализовываться, то они, интересно, знали об этом, или они просто это планировали? Это часто совершенно интуитивно, то есть. Энергия просто заставляет людей думать в этом направлении. Сколько километров должно быть до воды? Это интересный, кстати, вопрос, очень важный в понимании. Ну, как сколько километров? Это зависит от того, о чем мы говорим, да, если это город, то сколько-то километров может быть, если это страна, может быть, ну, вы имеете в виду жилья вашего, это не... Ну, наверное, в масштабах, допустим, участка под дом, ну, сколько может быть, там, 15 соток, у кого-то 50, там, у кого-то 6? Мы говорим о данном методе по отношению к большим источникам воды. Это может быть полукилометра, километр, это должно быть ощущаться, да, мы... Когда говорим о фэн-шу, мы вообще говорим о движении энергии. Это ци. Ци – это то, что ощущается. То есть, в первую очередь, это должно быть видно. Да, часто, когда мы говорим про воду фэн-шу, мы говорим, влияет, не влияет. Если она видна, то влияет, не видна, не влияет. Поэтому, если вода видна, то влияние всегда сильнее. Это, во-первых. Здесь вопрос не в километрах, а, видимо, непосредственный, значит, визуальный какой-то контакт, чтобы энергия могла к вам прийти. Даже если там 5 километров, то вода видна, то уже, соответственно, есть влияние. Если это 100 метров, но между вами и водой есть там гора, или здание, то влияние сильно ослаблено. То есть, сначала мы смотрим на этот, либо на, значит, визуальный контакт, либо, допустим, на собственные ощущения ориентируемся, либо на звук, может быть, да, ну, например, есть где-то трасса какая-то, и она не видна, но шум от нее есть, значит, есть влияние. Или есть там водопад, да, вы не видите его, но вы слышите его шум, значит, есть влияние. То есть, вы можете или визуально воспринимать, или на слух воспринимать, или просто ощущать, то есть, вы встаете на место, и по ощущениям, понимаете, да, там вода, там низины идет, еще что-то. То есть, здесь нету понятия километра, есть понятие, как эта энергия переживается. Ну, давайте тогда еще последний вопрос, и, в общем, на этом будем заканчивать. Вот вопрос по поводу острова. Вот, например, Кипр. Там вокруг везде вода. Кто вот с узнавами вообще будет? То есть, у них в любом переходе где-то есть вода. В смысле, в благоприятном направлении. Ну, обычно это... В остальных тоже вода будет. Более или менее удачная ситуация для развития, да. То есть, здесь вода, но там вот для экономического развития это часто хорошая ситуация. То есть, многие островные страны, Британия, Япония, в принципе, получали достаточно много хорошее экономическое развитие. Те же самые США. У них не со всех сторон вода, но со многих сторон. Кстати, в США при отсутствии воды серьезной на севере могут быть больше экономических проблем в девятом периоде. Но у них есть вода, как вы помните, на юго-востоке, да, светящаяся вода. Но на севере нет. То есть, нулевой позиции нет воды. Ну, у некоторых городов есть Чикаго. А в целом у них есть... То есть, может быть, экономических проблем больше где-то. Но в целом, да, и островным странам в этом смысле хорошо. У них в один период одна страна развивается, скажем, один период эта страна, другой период эта страна, третий период эта страна, и она что-то развивается. Это такое неплохое. То есть, всегда в стране будут районы, которые, ну... Которые более благоприятные себя чувствуют, да, и развиваются относительно страны, скажем, лучше или хуже. Да, да, да. Всегда будут, которые лучше или хуже, но в целом это для страны такое хорошо, когда много воды, как в Японии. Ну, у нас, кстати, в северных России, в северных регионах там серьезные порты строят, северный морской путь там... Ну, про северный морской путь, да. На Лени там огромные порты строят, ну, там этот уголь куда-то везут все время во все стороны. Порты в Китай там вообще все это очень активно происходит. Да, можно сказать, мощного развития вот этих регионов. Ну, как бы, оно, наверное, не будет заселено, там никогда не будет, в ближайшее время, не будет таких хороших условий для жизни, но, тем не менее, если продолжать работать, и власть полетно ископаем, ну, потепление, ну, конечно, повлияет, да. Да, ну, не тактика, она просто на севере сама находится. Там тоже много очень активности. Так, ну что, на этом мы, наверное, заканчиваем. Соответственно, под презентацией есть ссылочки, можете туда переходить. Значит, количество мест что-то стремительно у нас убывает, поэтому на очном курсе, если хотите, то бронируйте, потому что, на самом деле, они запрещутся заканчиваются. До 15 марта надо будет внести оплату. Еще хотел добавить, что у нас сегодня 10-е, а завтра заканчиваются скидки на курсы в Цибурге. То есть, я тоже, Михаил, бросил вам ссылку. Да, да, ссылка в этом чате есть. Ну, сейчас там стоимость завтра еще такая, как и сегодня, а с понедельника будет повышение цены последней уже на Крус-Петербурге. Так что, если есть, соответственно, если прийти на базы Един, приходите. Там целый три, по-моему, сертификаты у нас, да, то есть там... Все тогда, да? Да. Да, там ответственность. Соответственно, кнопочки переходите, я сразу... Транслятор сейчас мы отключим в комнату, я не сразу закрою, кто-то, просто многие переживают, что если перешел к посылочке, а потом все, значит, ничего не слышно, особенно если на смартфоне. Я вам подержу, потом закрою. Если вы сможете смотреть программу, почитать, полистать, ознакомиться. Куча благодарностей в чате. Очень интересный сегодня был эфир, мне очень понравилось. Даже мне удалось вопрос задать, который, ну, многих тоже интересовали в плане воды самой настоящей. Это очень важно, ну, многих волнует. Вода у меня, например, нет воды в прямой видимости от дома, где я живу, поэтому... Вот. А и горы тоже повышение есть, и понижение. Приходите к нам еще, у нас нужен еще эфир, по-моему, в следующую субботу, да, запланировал? А, в следующую субботу, да. Да, в следующую субботу Анатолий тоже будет. Поэтому приходите, будет интересно, мы вам еще что-нибудь расскажем, если удастся по водным формулам, что-нибудь вам расскажем. Вот. Если какие-то вопросы по курсам, там пишите в ответ на любое письмо от клуба. Если у вас приглашение на практику, мы или ссылки пришли с доступом, вот на любой из этих письм можете написать в ответ, и, соответственно, я в системе увижу не только ваш вопрос, но я и пойму, кто его задает. И смогу вам там ссылки сформировать, поправить, там еще что-то не работает. Поэтому ждем вас на наших эфирах. У нас есть, что вам рассказать. Запись, естественно, будет, наверное, и завтра. Ну, у тех, у кого есть платная подписка на клуб, вы, соответственно, сможете пересмотреть. Все, спасибо огромнейшей всем. Всех обняли. До следующих встреч. Всего доброго. Всего доброго. Все, спасибо всем. До свидания.